Если ранее фасад дома в переулке Вице-Адмирала Жукова-2 вызывал восторг у иностранных гостей, то сегодня на лицах туристов можно увидеть лишь недоумение от бездействия городских властей. Реконструкция фасада этого дома началась еще в 2010 году. Со сменой городской власти в том же году работы были приостановлены. Но все-таки Мария Костусева нашла компромиссное решение с компанией-застройщиком «Инкоргрупп». Но контролировать качество проводимых работ в команде так званых профессионалов оказалось некому. За этот период строители здорово постарались. Снесли старинную декоративную лепку, ливневые трубы. Жители дома обрадовались такой оперативности. Однако, когда стало ясно, что работы продолжаться не будут, надежды одесситов рассеялись. Посмотрите, какие щели огромные. В подъезде то же самое. Менялось очень большое количество строительных бригад. Приходили подрядчики. Каждый приходил, считал своим долгом обрубить еще какую-то часть стены. И вот мы уже третий год входим в зиму с голыми стенами. Новые ливневые трубы компания-застройщик устанавливать не спешит. Куда будет деваться вода во время дождя и таяния снега догадаться несложно. Оголенные электропровода представители «Инкоргрупп» тоже не волнуют. Не исключено, что в скором времени сюда нагрянут пожарные. После подобной реконструкции фасада несложно представить, во что превратится это строение через несколько лет. Мы разрушили весь балкон, вагонку сняли. Там трещины у моей соседки повыбивали. Вообще там как колоночки у нас на балконах идут, старый балкон. Все и так осталось. В понедельник я позвонила на доверие мэра города. Мне ответа по сегодняшний день нет. На прошлой неделе представители «Инкоргрупп» сняли строительные леса, мотивируя это тем, что они непригодны для строительных работ. Из-за снижения температуры реконструкцию проводить будет невозможно. При таком подходе памятник архитектуры в скором времени пополнит ряды аварийных домов. Хотя команду профессионалов Костасева это, похоже, не волнует. Городские власти это наш тыл и наша опора. Это все то, что мы выбирали и мы создавали. Это то, что мы чем гордимся. Власть города это есть власть. Это то, что наша защита. Сегодня вы гордитесь властью города? К сожалению, у нас разочарование. Горькое разочарование. Потому что на деле получается совершенно другое. Если ранее туристы любовались уникальной лепкой, колоннами, скульптурами, то сегодня почти все это исчезло. Теперь сами одесситы спешат быстрее пройти этот дом стороной. Стыдно за такую бесхозяйственность команды профессионалов Костасева.